бруска настало твое время видос хотелось бы начать с короткого респектоса комьюнити менеджера бруска почему была посылка где все это дело прислали там плен за посылку попозже короче там мега посылка была и с момента прихода посылки до сегодняшнего дня не знаю как там завтра будет когда видос на монтаже будет но тем не менее ни разу никто не тормошил чё когда обзор когда обзор бывает такое каждые три дня пишут прислали через три дня начинаю спрашивать что обзор уже там выходит не выходит нужно продукты все эти прокуривать органично я считаю сбруска так и произошло вот он лежит ждет своего часа вкусов здесь из десяток и ты такой так вот с утреца думаешь да вот сейчас настало время бруска он сейчас по специфике своей покура как раз отлично зайдет коротко забегая наперед такие продукты у меня не основные для покура в обиходе это продукты которые курить хочется дыма выпускать хочется но ты не хочешь размазываться коленом ты их куришь просто для вкуса во время работы знаешь психологическую потребность удовлетворить почему да все элементарно это очень легкий продукт по моей прикуренности вот так вот круто я прокурил этот продукт аккуратно не спеша вдоль и поперек на разных чашах я нашел к нему подход я дам рекомендации на каких чашах с какими температурами он лучше работает общие рекомендации будут и сегодня по традиции как я обычно делаю оставляю один вкусец специально чтобы забить его в обзоре вместе с вами раскурить все по таймерам все с весами как бы у меня заготовочки уже имеются здесь вот практически ювелирные весы все взвесим все засечем поймете как где чё как продукт этот раскрывается вот респект осик вот такого плана и теперь давайте по порядку бруска это то густо то пусто мое знакомство с бруска было это лет на шесть может быть пять назад мне присылать здоровенный карабас около 8 или 10 килограмм этой продукции очень все похоже было банки дизайн все плюс-минус вот такой вот уже пришло только в огромном количестве повторяющихся вкусов я делал в те года обзор ну и во первых охренел от такого количества продукта тоже як теус куда только не брал всех кого можно им накурил природа там друзья походы все кто курит легкая бруска шел в расход и так он за какое-то количество лет у меня по чуть-чуть и рассосался было дофигище не знаю можно было магазин ларек открывать бруска подторговывать под домом делаю я тогда обзор на этот продукт ссылку на него оставлю на всякий случай обзор в русскоязычном рунете если я не ошибаюсь самое большое количество просмотров собрал нормально так собрал по моему с 600 тысяч просмотров где-то может быть скриншотик вставится и параллельно этому обзору будут какие-то подсъемы с прошлого обзора почему потому что очень много переплетений отсылок тому обзору будет делаю обзор все тишина отбруска года на четыре мало того что в моем блоге тишина я видел других блогеров какие-то там посылки им приходят какие-то обзоры выходят то ли на обзор мы обиделись на тот то ли фиг значим то не понравилось ну потому что видос был максимально объективный и были моменты которые мне в бруска в том очень сильно не понравились тишина проходит какое-то количество времени опять приходит мега карабас то что происходило в распаковке такого карабаса это уже не повторить это даже словами не передать поэтому тоже какие-то моментики будут вставляться из видосов есть отдельная вырезка распаковки и плюс это все было в прямом эфире проходила опять же кто заинтересован все от первых лист сидеть вместе болтать в классном нашем комьюнити заходите на прямые эфиры там много всякого интересного происходит но есть отдельная вырезка если коротко там был огромный камень я не знаю как они его отлили там к это форма гипса бетона чего-то там они его сделали закрытого типа они засунули туда кучу продукции это где-то банки где-то приколюхи подарки вот футболка я сейчас не сижу офигенная крутецкая футболка зацените принт он прям под китайский gc fest был сделан там короче целая фура подарков и прикол в том что этот камень вот типа на попробую его разбить почувствую себя то ли самураем то ли кем все это дело били я хотел в полное погружение получить молотком как-то скучно разбивать написано почувствую себя монахом если почувствовала я бил его рукой короче все это дело было прошло все эмоции уже прошли осталось чисто сухое мнение о продукте этим и займемся забивать и обсуждать потому что визуально бруска тот же название как бы тот же это бруска классик хотя на банке написано медиум но медиум это наверное у них отсылка крепости а классик это наверное линейка фиг знает я у них немножко поизучал сайт я так понял что он очень давно не обновлялся потому что все старючие вкусы есть бруска там я нашел какой-то бруска zero ну помимо всех этих вот электронных с которых они начинали бруска zero кто-то слышал когда-то за него я ничего не слышал вот эти вот классик бруска линейка не обновлена может быть они по чуть-чуть по чуть будут реанимировать восстанавливать пока что не зашли с небольшого количества вкусов которые прокурил и один оставил под видос у них даже колен прикиньте у бруска какой-то есть табак у них был точно помню точно я его на фесте прокуривал смешанные чувства были но то ли него закрыли то ли попозже табак вернут фиг знает сегодня мы собрались пообсуждать вот эту вот котлетку от бруска почему котлетку а давайте я вам сразу и покажу но сначала я поставлю угли алиса включи плитку на 10 минут щелчок возможно даже слышали плитка включилась колонку алису прикиньте прислали можно запускать плитку вот если бы какой-то кальянный бренд только при моменте мысля пришла в сценарий не было ее кальянные бренды лучше дарите умные розетки вот это супер мазхэр тема для плиток особенно для блогеров блогер бокс умная розетка к таблетке к алисе но алиса по моему уже у всех есть как минимум бруска всех снабдила такими таблетками которая была раскрашена под фруктовое драже там блин визуально не отличить прям вручную расписали круто прикольно когда ты блогерствуешь сидишь болтаешь тебе не очень комфортно вставать с голоса запускать очень удобно угли для стримеров мне кажется реально вот дофига пользы будет если кальянные бренды будут подогревать умными розетками либо уже можешь умными плитками сразу заодно так вот почему котлетка вот этот вкусец я решил оставить манго с апельсином по нему мы сейчас и пройдемся что у нас по эстетике по визуалу банки вот так вот я вам все это дело покажу и посмотрите как банки выглядели раньше у меня нет возможности пощупать реальный бруска старой версии но кое-что я прям помню я помню очень хорошо консистенции епта так отрывная линия не сработала поэтому идем по плану b буду отрывать верхнюю пленку в принципе может она и есть как отрывная линия да это хороший индикатор того скрыта банка у вас или нет наверное потому что какие-то банки скрытые у меня черные какие-то банки скрытые у меня с этикеткой на месте короче забудьте все что сказал херня индикациях просто открываем просто забиваем прокладка есть чтобы продукт не тек старые банки точно помню текли эти еще не потекли но и у этих срок был не очень длинные моего использования достаточно длинный но не такой чтоб прям они у меня и так полежали сяк подележали и потекли прокладочка есть анти текучка и хорошо и вот она собственно та самая котлетка кто-то чувствует разницу я сразу и почувствовал даже несмотря на то что пауза в прокуре бруска у меня была очень большая раньше бруска когда вскрываешь там прям ощущение смолы и мазута было у них очень темная смесь была и очень сиропистая сейчас можно понаблюдать за одном банке какие-то капельки сиропа реально я вам даже в макро могу все это дело показать реально какие-то капельки густого такого нежидкого сиропа раньше все это дело плавало и было очень черным пока что я констатирую то что вижу это пока что не говорит о том что то плохо ли или хорошо ли и давайте посмотрим на саму котлетку она имеет красноватый оттенок этот продукт он делается из гибискусов каркаде ну вот вы привыкли да как это роза там суданская короче красный чай каркаде шку привыкли пить вы помните эту розу лепестки какие они красные вы чай помните цвет красный здесь у смеси появляется красный оттенок раньше бруска был реально болотного цвета далее разрыхляем эту котлетку попробуем найти какие-то семена какие-то не знаю там камушки если не ошибаюсь по моему его русско какие-то камешки находил как минимум какие-то зерна были сейчас как заявляют какие-то там степени очистки зерен чего-то лишнего быть не должно при вас банку скрыл ничего не подсыпал ничего оттуда не удалял объективно консистенция выглядит сильно благороднее то количество сиропа которое было раньше в бруска помимо того что ну вроде бы сироп и сироп да где-то чуть-чуть отжал где-то чё-то но он реально в банке оставался то есть его было лишнее и если ты не заморачивался с какими-то отжимами у тебя затапливал нафиг миласку в колбу лилось чашу поднимал это цельный потоп был то есть чисто даже с точки зрения эстетики работы с продуктом стало лучше и визуально и по комфорту работы та же самая загрузка в чашу чем рыхлее у тебя смесь тем комфортнее закидывать чашу когда у тебя все слипшиеся все плавает сиропе ты начинаешь вываливать чашу но так и падает в чашу слипшиеся тебе сложно этот продукт забить воздушно с точки зрения комфорта тупо технического забива чаши это тоже стало удобнее но наверное все это дело не проходит бесследно да ну как бы из смена консистенции и наверное даже сырья она за собой что-то влечет из того что я почувствовал бруска запускается на меньших температурах раньше всю эту жидкую сиропистую штуку нужно было прям хорошенько подогреть чтоб она максимально начинала начинала ромку отдавать сейчас смесь поддается воздушной забивки и чуточку меньше жара ей нужно чтобы пошли испарения что касается никотина крепости все также осталось воздухом я не буду лезть в эту историю попытаться оценить крепость бруска возможно кого-то это немножко подрасслабит под накурит все-таки 10 сколько уже 14 лет колен курица да невозможно ее как-то оценить это внук просто для прикуренного человека это воздух попускать ароматного дымка там мне кажется если что-то расслабляет то это расслабляет какие-то газы от угля по общим свойствам продукта давайте по чуть-чуть забивать чего вам на мою морду смотреть давайте медленно аккуратно все это дело делать я нашел для себя что чаши мне подгрузка лучше подходят средне размерные потому что эта смесь аромистая относительно в среднем по рынку относительно среднячка это смесь чуть более аромистая следовательно я не хочу курить ее на ведрах чтобы еще больше аромки выжать поэтому я беру среднеразмерной чаши опять же возьмем средние по рынку смеси сколько они там температуры требуют даже несмотря что консистенция стала сильно комфортнее все равно я считаю что и бруска в частности и смеси на красных вот этих вот розах они чуточку больше требуют температуры они плотнее у них жирнее такой лист такое ощущение такой легкой мармеладности вот вы когда его забивать и вы почувствуете что то не какие-то тонкие лепестки нежные какие-то вирджинии там это какие-то монорубленный мармелад как будто и вот они такие плотненькие жирненькие и они просят чуточку больше температуры для того чтобы на максимум испаряться еще из азов особенность я заметил что чуть хуже бруска стал держать температуру раньше как будто получше было он все равно и держит уверенно уверенный средняк по рынку даже легкие перегревы прощает но как будто бы раньше бруска вообще пофиг на температуру было это по моей памяти может быть я и заблуждаюсь все таки огроменная пауза была между покорами если бруска периодически мне что-то присылал я бы в сравнениях был более объективным со свежей памятью по весу листа я знаю эту чашу сухой смесью можно было бы ее забить граммами 12-14 здесь 17 при воздушной забивки при прочих равных как минимум при тех же объемах смесь чуточку тяжелее это среднем так скажем по рынку но относительно предыдущего бруска раньше он при том же объеме в граммах дофига его уходила это не самая экономичная смесь было сейчас такой нарезка с такой сухостью листа чуточку поэкономичнее стало гамора черная 17 грамм будем считать у нас забита смеси call out я использую антера не ржу ух какой здесь пятно некрасивая давайте вы его как будто бы не видели но то что уже сгорела сгореть еще раз не может то есть визуально это не круто не красиво но на вкус нам это повлиять не должно потому что гореть там уже нечему все там сгорело кальян какой-то возьму я еще не решил какой будем все это дело греть засекать наблюдать и параллельно обсуждать вкус и продукт обновления возвращения на рынок 325 куколока то связочка уже стоит давай чутка поближе подъедем решил не использовать календ друзей поддерживающих проект кориска 3 рассвет океан и поехали два уровень 1 на ребро запускаю секундомер прогрева вангую что понадобится 9-10 минут все таки вот эти вот пузатенькие жирненькие очень как-то активно напитанные сиропом листки запускаются долго курица все прекрасно курица дольше обычного но заводятся они долго как минимум поэтому я еще решил держу взять на минутки две где-то должно это процесс ускорить прогрева но секундомер запущен ждем девять с половиной минут посмотрим насколько я был вправ не был близок правде очень много людей скажет что это рабочий кальян много дыма есть вкус но опять же прокурив достаточно бруска я понимаю что он может лучше он может ярче он может быть плотнее но на всякий случай стоп сброс старт я запускаю таймер по гору посмотрим сколько забивка отживет это я чуть-чуть его доведу то есть пока буду болтать он между болтом не между затяжками будет догреваться а как мы помним во время затяжки смесь у нас что остывает особенно во время интенсивной затяжки если мы очень медленно тянем да мы ее можем довести короче пусть себе стоит догревается минутка и все будет прям тут заваляка над дымом относительно других смесей и воздушных забивок бруска чуточку дольше греется если этим моментом пренебречь во всем остальном это одна из самых беззаботных смесей на рынке что я отнесу беззаботным это когда вы только-только купили кальян вы сами-то еще не научились забивать но уже пошла молва по всем друзьям что у вас появился кальян у вас уже очередь под подъездом все хотят к вам покурить приходят домой говорят давай чё ты там кальянчик да забивай нам вкусный кальян и ты боишься обосраться да ты тут вроде бы кальян что такие-то паблики на чатике подписан все изучаешь на практике то еще ноль чатике да вот в чат около кальяна где-то ссылочка появилась тегешечки залетай на канал мы в тегешке будет подписан будешь по чуть-чуть образовываться побыстрее чем без этих ресурсов и не охота до обделаться перед друзьями когда ты уже вроде бы такой погруженный в тему все это смотришь изучаешь обзорчики мы смотришь и вот бруска это одна из смеси которую вот тяп-ляп кое-как накидал и она за курица единственно что чуть дольше и прогрей момент сложно прозевать даже если ты перегреешь ее на старте прогрева две три мощные затяжки вот этот привкус перегрева уйдет и все закурится нормально но опять же это обновленный бруска как его найти да как-нибудь ищи ищи самый свежий который выпущен двадцать четвертом году я не удивлюсь что где-то есть залежи старого бруска самая простая проверка если тупишь там по датам заглянил так вот под банку на прозрачную сторону если там не черное если там нету такого мазутного продукта а что-то такое красненькое морковное просвечивается скорее всего да не скорее всего это точно обдавленный бруска во всем остальном это ярко по вкусам какой вкус там первый несколько взять на пробу если ты особо не знаком с обновленным бруска я это и с текстом сдублирую и чуточку в этом видосе поговорим то есть чего начать до бруска по-прежнему в своем амплуа какая у них проблемка была которая самом первом подметил у них есть вкусы которые откровенно очень странные вот очень невкусные меня это удивляло как можно настолько невкусный вкус выпустить ну и у его же люди пробуют вы же его курите они могут реально выкатить очень невкусный вкус это было в предыдущей версии я такой думаю ну ладно вы сейчас перезапустились вы будете возвращать те самые популярные продаваемые вкусы из первой версии накладывать его на обновленную нарезку сырье там на обновленную технологию да в общем скажем и у вас вот как минимум первых этот вот обновленный дроп там 10 9 банок он должен быть из идеальных вкусов составлять чтобы когда человек его пробует он такой обруска обновился ну ладно попробую чего кого там и чтобы он не взял у него курилась блин 10 из 10 нет бруска умудрился даже в этих девяти вкусах выпустить очень невкусные вкусы и тут по кумеков я пришел к выводу это дело не в тех людях которые прокурят эти вкусы у них делая что-то с технологией хранения мне кажется они когда все тестировали там фокус-группы какие-то для них все было вкусно но после там массового производства после того как баночка чуть-чуть смесь полежала в банке с ней что-то происходит но невозможно такие вкусы странные выпустить и эту же штуку я наблюдал и в первой партии не знаю в первом короче бруска были вкусы которые офигеть какие вкусные вообще в те годы бруска очень нашумевший продукт был он когда только выкатился он мега яркий сочный дымный был опять же беспроблемный почему он так массово набирал популярность потому что как его не забивай криво косо это все равно курица вкусно и ароматно но глобальный минус было что процентов 20 ароматов были очень странные невозможно здравом нет такие вкусы было выпускать сейчас давайте коротко по этому вкусу и по чуть-чуть подвигаем дальше есть еще такая приколюха у бруска многим плюшкиным она будет на руку бруска очень офигенно отрываются наклейки ну как офигенно в том плане что бесследно сказал на свою голову и просто на херово отрывается короче были времена может так совпало не надо еще одно отклеить когда у них отлетали наклейки вообще на изи это разные наклейки прикиньте я прям при вас вычислил что у бруска разные технологии наклеек есть вот здесь чисто фольгированная штука здесь какая-то еще бумага вот так вот должно отлетать мы хорошо что на видео попало ничего не липнет я вот даже вам сейчас покажу на виде сверху идеально сухая банка и все то же самое происходит с наклейками по периметру так скажем почему это круто у вас по-любому есть какие-то табаки которые еще до сих пор блин не перешли на банку который в пакетиках вы выкурили свой бруска оторвали все наклейки у вас не липкая банка вам не нужно сидеть там со спонжиком с маслом все это дело вытирать у вас офигенно классная сухая банка сполоснули пересыпали туда чё-нибудь мелочь а удобненько по особенностям покура и консистенции этого продукта опять же с учетом что он беззаботный он хорошо прощает простое один из таких моментов которые беспокоятся или новичков вы вроде бы сделали классный вкусный кальян поставили гостям они непонятно как курят то дают ему простое то его пылесосят и начинается через пять минут чё ты нам засрань забил посмотри попробуй что-то с продуктом не то минус такой у этого продукта отсутствует реально он может пылесоситься и все с ним будет норм и он может постоять 5 7 10 минут и с ним тоже все будет норм с мелкими отклонениями если очень долго постоял первые две тяжки такие перенасыщенные будут если его пылесосят чуть-чуть аромка спадет но тем не менее это все в обеих случаях будет кури бельна но наваливает он тоже будьте здрасте для любителей больших клуб дыма вот такие вот каркадешной смеси они прям нормально задымливают комнату из особенностей сырья у вот этих роз красных минут через 15-20 всегда в любом вкусе приходит такая узнаваемая специфическая сладость кому-то на нее похер кто-то именно из-за нее не покупает такие смеси реально это специфическая узнаваемая сладость гибискусовых вот этих вот листов вы наверное поняли о чем я говорю если не поняли когда покурите поймете вот сейчас я курю вкус у него есть кислинка он в первую очередь кислый сладость даже еще пока что не пришла давайте к нему вернусь манго апельсин с мятой манго должен быть сладкий если он спелый да апельсин ладно окей он может дать кислинки кислинку я сейчас в первую очередь здесь чувствую манго с апельсином примерно пополам это смешалось во что-то единое и дало какой-то третий вкус вот так вот сдуру в слепых тестах я бы не угадал что это прям манго с апельсином здесь когда уже прислушивается чувствуются отголоски манго апельсина кстати меньше чем я ожидал апельсин это обычно что яркое мощное цитрусовое такое доминирующее здесь его прям комфортно он нормально смешался манго манго вроде бы более-менее спелый легкая зеленца травянистость присутствует но не настолько неприятно как часто в кальяне встречаются вот это вот невызревшая травянистая манго и мята здесь реально мята и очень комфортная то есть ее здесь прям шлейфом как будто это вот знаете несколько лепесточков каком-нибудь там коктейльчике положили она комфортная она дает адекватный холодок она не ментолит она где-то награднее мятного орбита причем опять же комфортно очень я не фанатик никакого вида холодков здесь она как будто бы прям должна быть и кислинка кислинка которая этот вкус тащит я не цитрусу не люблю я не манго не люблю и холодки не люблю вот это вот сосредоточение всего что я не люблю именно поэтому этот вкусец я стоял напоследок и начинаю прокуривать новинки которые мне присылают с того что я примерно чувствую что будет топ благо эта чуйка выработалась годами я попадал первые где-то 4 вкуса бруска я курил и такой ну блин насуетили да тут наделали реально все вкусно курилась потом уже пошли второстепенные вкусы на которые особо ставку не делал и реально они были второстепенными манго с апельсином я почему-то думал что это будет набор чего-то невкусного для меня оказалось окей я не добавлю этот вкус свой какой-то там мега топ это где-то будет на семерочку уверенную из десяти но если у вас нет отторжения не на один из составляющих для вас это реально уверенные девять из десяти будет это классно сбалансированный вкус надеюсь у него никаких метаморфоз не вылезет а бруска этим грешит есть продукты которые очень стабильные вот какой вкус не возьми как он курится на старте так он и курится на протяжении всего покура просто плавно падает аромка у бруска бывает метаморфозы начала курица первые 5 7 10 минут вот так вот через 15 минут вообще черти что может со вкусом произойти как в лучшую сторону так и в худшую сторону это уже касается и обновленного это было и в старой версии это касается и переделанного да прикольный вкусный вкус реально есть в нем легкая сухость в есть в нем относительно другого бруска недостающая яркость практически все вкусы бруска очень сочно очень насыщенно на грани пиро пире рома курица здесь либо я идеально уже под себя в жар попал то есть мне это комфортно сейчас по количество ароматизатора да скорее всего я идеально в шар попал потому что нет ощущения недогрева перегрева и уголь трогать не хочется вообще опять же спасибо ребятам сбруска которые не термошили меня и дали мне возможность его полноценно прокурить вот эту связку один в один смело повторяйте будете курить и так как курица у меня это касается любого вкуса то есть вот эту вот связку либо один в один либо плюс-минус похожую можно смело повторять если возьму чашу чуточку глубже аромки будет больше кому-то типа окей на руку мне больше не надо мне такое устраивает комфортно если я возьму какую-нибудь малограммовку да в принципе тоже неплохо будет малограммовка еще чуть больше жарка сюда поддаст при меньшем весе вообще в целом табака но при том же при тех же температурах у вас покур будет короче но интенсивность испарения будет побольше блин тут могу вас запутать интенсивность испарения потом почему она будет побольше потому что чем меньше смесить тем меньше и нужны температуры оставить ту же самую температуру она интенсивно начнет испаряться вот в этом плане до интенсивные испарения будет на условный грамм табака но за счет количества смеси чуточку меньше испарение будет и какой-то баланс такой у нас усреденный будет тоже как бы обзор обзором но постараюсь в каждом своем видосе что-то где-то для новичков полезной информации дать потому что чем больше у нас в граммах смеси и препарально подведенной температуры тем соответственно и количество испарения будет больше что есть логично правило больше у нас работает для прямоточных чашек типа убивашка на фанеле там может все по-другому быть по фанелам я рекомендую отдельно видос посмотреть прям особенности чаши фанел там какие-то вопросики для себя закройте я в целом редко курю на фанелах те забивки которые у меня были прокурены всех вот этих вкусов бруска они будут лежать отдельно текстом все ссылки я оставлю в описании вы прям подробно по хронологии сможете посмотреть чё я там курил как я курил на какой минуте допустим пирамидку поставил если почувствовал что жара много на периором пошло сейчас я чисто коротко по вкусам пробегу не люблю этим заниматься потому что у меня все это дело в тексте есть в описании но коротко все равно пробежимся сейчас подраскурюсь воды попью и закроем вопросы по вкусам как я и предсказывал восемнадцатая минута по курой идет пришла вот эта вот сладость базы она в принципе на руку этому вкусу бывает когда база офигенно сочетается с ромкой бывает база когда ну вообще ни к селу ни к городу ладно по вкусам как нереально не хочет этим заниматься все есть тексте сейчас практически читать вам буду капучино это тот вкус который пах из всей посылки когда там уже до разбил камень когда начало жить и мешки со вкусами видеть с банками капучино вот это им да реально им пахло с мешка они все еще закрыты были пахло в комнате капучино когда его вскрываешь это по запаху офигенно идеальное попадание по покору примерно то же самое я поставил 8 из 10 попаданий этому вкусу объективно я оценил этот вкус и субъективно объективно у меня семерочка совпала из десяти это высокая оценка я не помню когда девятку даже ставил это по моим меркам это очень высокая оценка вкусе с такой многогранный у нее шоколадовость приходит у него и молочность чувствуется где-то там орешки даже приходят как будто вот немножко стружки шоколада ореха там появились и тут эти вкус они по чуточку то сильнее то более приглушен на курица тоже зависит от температуры как в этом шевелите угли в целом это все около капучино около такой легкой десертной истории есть у этого вкуса один маленький нюанс минусец почему-то он отдается спиртом кто-то возможно ел какие-нибудь там бабушкины пирожки которые добавляют немножко там самогонки в тесто и иногда это тесто очень плохо выпекается и вот этот привкус самогон остается он такой какой-то выдохнувшийся странный спиртовой шлейфовый привкус здесь он почему-то появился туалет из-за пропиленгликоля то ли фиг знает но он здесь появился это не очень прикольно черника с мятой бедолашный вкус возможно он у них был очень популярный фиг знает нафиг его решили выпустить черника не самый простой аромик он мылит у многих табачных не табачных брендов здесь он тоже мылит вкус как раз таки метаморфозный который во второй половине покура начал куриться нормально он такой уже похож был на черничный орбит черника смятая здесь есть мятка что-то такое около черничного орбита было вначале это очень странно курилась вот представьте себе ситуацию возможно у вас было когда вы находили очень очень старую жвачку которая уже задубела дешманскую старую жвачку какую-нибудь по типу turbo да и хрен с ним пусть будет какой-то орбит ощущение что вы нашли эту жвачку которая несколько раз постиралась уже в этой шмотке она дубовая она химозная и она горчит она горькая возможно стиральный порошок напитался я просто вспоминаю свои эмоции у меня было такое что нашел несколько раз стерянную жвачку решил ее пожевать вот это вот вначале очень невкусно курилась я прям четверку этому поставил и то четверку потому что минут через двадцать-тридцать покур более-менее стабилизировался это можно было курить если бы он не стабилизировался это было бы откровенное дно которому двойку с натягом можно было ставить я сейчас идусь по списку по хронологии покура по обратной хронологии то есть я добавляю вкусы сначала те которые потенциально чувствую вкусными и в конце моего списка идут те которые последние были и они оказались невкусными вот мы сейчас в обратном порядке идем от моих покуров вишневая кола попадание я поставил восьмерку это очень важно для понимания моей специфики про курочного цеха тут чувствуется попадание здесь есть и кола здесь есть и вишня это реально похоже на вишневую колу но вот какую вишневую колу зачитаю практически то что у меня там написано было я так и написал я уже просто забыл как это курица с памятью у меня печально в этом плане мне заметки спасают вишня здесь какая-то подгнившая прокисшая кола выдохнувшийся вот представьте у вас осталось там до два гладка колы который расстоит неделю вот такой привкус колы вишня здесь не свежая она какой-то вот реально подгнившая подпрелая есть привкус травянистости какой-то странный ну кола часто для многих чуть-чуть пряная чуть-чуть травянистая вот здесь прям трава какая-то прелая свежескошенная трава свежескошенная которая потом подпрела очень невкусный вкус я ему тройку поставил не знаю с натягом для кого-то поставил четверку кто знает может вы нереально любитель вишневой колы вам это понравится только за счет того что попадание посредственный вкус не рекомендую с него начинать знакомство сибирский лимонад вот редко я запоминаю ощущение от пакура но что в самом первом старом бруска что здесь это я считаю флагман этого продукта это батя вкусов бруска потому что он многогранный он офигенный что здесь нарисовано то вы примерно и получите в пакуре где-то около черноголовки здесь есть ощущение трав вот сибирских трав каких-то здесь есть какая-то ягодность такая приятная здесь есть и ловость то есть это офигенно сбалансированный вкус и его поставил ему максимальной оценки это просто вкусно беспроблемный многогранный интересный по оттенкам вкусе с него точно смело можно начинать если вы нормально относитесь к хвое травам и таким плотным жирным насыщенным вкусцам мохито тоже вкусе с который мне максимально зашел офигенные оценки по попаданию отличные оценки субъективно объективные что есть субъективно что есть объективно понятно что объективно это когда большое количество людей проголосует поставить оценку это будет усредненная по палате по рынку да я беру на себя ответственность ставить объективную оценку за вас я на опыте опять же могу определить насколько это вкусно мне тут понятно любой может и я опять же на опыте могу определить насколько это примерно вкусно будет людям я мониторю что там в чатах происходит как люди о вкусах отзываются это офигенно сбалансированный мохито здесь как будто бы нотки огурчика есть хотя не знаю по моему нету мохито но такая какая-то вот огуречная лимонадность есть которая очень на руку этому вкусу с базой отлично сошлось сладость все это вот сахарный сироп мохито тоже присутствует алкогольности и вот спиртяжности как таковой здесь нет она что-то делала в вишневой коле здесь ее нет это безалкогольный классный мохито слаймом с приятной мятой холодок здесь вначале есть потом почуть стихает короче все этому вкусу на руку мохито рекомендую брать такой универсальный вкусец мало людей найдется которые очень сильно не любят мохито спрайтоваясь опять же хорошо передано короче классный сбалансированный вкус почему-то текст не нашел описание некоторых вкусов но я по памяти вспомню фруктовое драже я его по моему забивал как раз таки в эфире когда все это дело распаковал кисленькая ягодная похоже на скитлсы какие-то вот такие вот прям кислинка ягодность дрожжешность все классно передано вкус я помню что мне этот зашел манго с апельсином прямо сейчас с вами курим смузи яблоко и киви я не фанатик ни яблоко не киви отдельно это было неплохое попадание это как-то как зеленый напиток курилась я текст еще свой найду там будет близко к правде цитрусовый чай чайность передана то есть это не бергамотность какая-то прям вот и не танины какие-то из чайных смесей да там по типу допустим чабака здесь лимончик здесь все сбалансировано спокойный такой ненавязчивый вкусец достаточно плотный по насыщенности вот мозг мы подтягивать то что мне этот вкус и показался хорошо сбалансированным интересным без сторонних привкусов но я найду свое текстовое описание у меня просто он в трех местах ведется когда это все будет запаковано на сайте давайте вернемся к мангу апельсину и мяте уже какой вкусец я замечаю побруска я это и озвучивал сегодня во первых кислинка до сих пор осталось сладость окей комфортно и все нормально сбалансировано привкус горчинки какой-то приходит приходит привкус той самой пожеванной жевачки ну так скажем хорошем смысле если в чернике смятой это было отвратно то представьте себе жевачку которая не свежая три минуты вы жуете минут через 7-10 к жевачке приходит привкус вот этой вот жевательной резинки здесь пришел какой-то привкусец сраной горчинки не скажу что у нас здесь классно вяжется что у нас здесь балансировано 1-2 балла наверное отнимает этот привкус от общей оценки то есть сейчас я его себе субъективно на шестерочку оценю вам наверное на 7 на 8 все равно это зайдет не особо искушенным курильщиком так скажем но попадание все равно есть да есть привкус но это все равно апельсиновый манго с очень-очень комфортным холодком ну и набаливается будь здоров полчаса я уже курю насыщенности хватает все курица норм давайте коротко резюме по всему этому продукту для тех кто может не внимательно слушал по весу этот продукт тяжелый он все равно на тот же самый объем расходуется больше но он более долгоиграющий среди и следовательно вы можете чаши выбирать поменьше получать все те же 40-50 минут полноценного покура и у вас примерно баланс сил в природе восстановится да есть смеси которые и расход у них маленький на чашу по граммам и курятся они долго бывает наоборот расход маленький и курица очень непродолжительно здесь примерно баланс сил в природе и восстановлен имейте ввиду цвет поменялся нарезка поменялась все эти плюсы они сыграли на руку этому продукту это точно стало комфортнее лучше и в чатах это все дело отмечается жара чтобы раскрыть этот продукт при прочих равных относительно того сколько вы там всего прокурили а я уже дофигища в жизни прокурил я чувствую что этот продукт для запуска для старта просит чуточку больше жара потом уже по мере покура все стандартно где-то даже пирамидки периодически ставил здесь в принципе тоже можно было пирамидку поставить это продолжала бы курица чуточку подольше и совсем чуть-чуть я бы отнял интенсивности испарения тем самым что понизил жар ну прямо только что у меня уголь практически уже упал что три вровень лежали соответственно очень логично было бы этой забивки через полчаса покура поставить пирамидку продукт стал беззаботным навалякали забили курите все с ним будет нормально по крепости как я уже говорил не могу нормально оценить для меня это просто воздух арина у меня есть еще в доску прокуренная она в принципе даже не подходит кальяну когда бруска курица потому что по факту это попускать ароматизированного воздуха собственно все очень много меня в чате спрашивали по поводу этого продукта и пачок когда обзор когда обзор на обновленный бруска о чем это говорит о том что продукт интересен армия фанатов любителей вот этих вот крокодешных смесей в частности бруска она огромная есть такой момент который не касающийся обзора просто так к слову какие-то там проблемки происходят у джема это были прям прямые конкуренты что-то там короче у них не ладно и у джем все сложнее и сложнее найти бруска как будто бы очень вовремя подсуетились у них есть все шансы сейчас занять нишу джема да я так понял просто какой-то отдел занимается у бруска именно вот этим вот классик суданской розы у них еще мне так кажется основные там бюджеты вложены в электронки еще в какие-то их посторонние продукты и по опять же словам производителя куда они пропадали да потому что на российском рынке в медиаполе была некая такая тишина вакуум от бруска они занимались за границей налаживали экспорт вроде бы как у них там дела шли хорошо но пока не забыли под российский рынок чуть-чуть у них здесь дела пошли похуже по ходу выдернули оттуда денег только успели заработать на заграничных продажах и сейчас валивают в маркетинг на наш рынок поэтому за бруска все чаще и чаще слышно я уверен не мне одному отправили то есть если вы где-нибудь там на видео хостинге напишите бруска там за последние несколько месяцев по-любому дофига обзора вышло смотрите не только меня прислушивайтесь не только к моему мнению текстом я что-то сдублирую загляните в описании найдете там мои рекомендации с чего начать знакомцев в целом возможно с бруска если вы его не пробовали и для тех кто интересуется что там после обновления вкусы и озвучил пробуйте курите делитесь своим мнением в комментариях что думаете по этому всему поводу если вдруг нас уйти какой-то розыгрыш сбруска то он будет в тэгэшки на тэгэшки имеет смысл подписаться потому что там проще всего проводить розыгрыш любители халявы загляните что-нибудь какую-то движульку там да и найдете по традиции это была царская тяжка все капитальные красавчики пока